Всем привет! Вас приветствует мастерская слон компании, я Вячеслав. Сегодня у нас в ролике будут четыре ножа из стали CPM S125V. Модернизированный нож модель S17 финский, то есть с новой рукоятью, так скажем. Но сначала пробежимся по вчерашним и сегодняшним комментариям насчет ролика выставка Слон НТК, Слон и компания. Вот тут недавно Александр Волкова пришло сообщение и он пишет насчет ножен стандартных, что они до сих пор идут без вентиляционного отверстия, почему на качественных формованных ножнах есть вентиляционные отверстия, а на стандартных ножнах нет. Ну я бьюсь, но там мастерская где я беру стандартные ножны, они просто не делают этот. Сколько не просишь, они это не делают, им это не интересно. У них есть стандартные ножны и они просто их делают ну скажем так валом. Единственное, что я от них смог добиться, то что они под меня покупают более качественную кожу. Для остальных они делают еще для одной известной мастерской, я не буду называть эту мастерскую, так как может быть они говорят, что сами делают ножны, ну вот для двух мастерских они берут другую кожу по качеству, поэтому единственное, что я смог добиться. Что касается формованных ножен, ну там человек делает один вручную, он делает где-то трое ножен на неделю, делает их качественно. Когда-то, лет пять назад, мы с ним пытались, ну он пытался наладить стандартные ножны, чтобы изготавливать, ну более качественные. Но нифига не получилось, не получилось почему. Потому что ну или они все равно выходят очень дорого, так как он сам шьет шьет все в основном вручную. Вот он пытался помощников себе набирать, ну чтобы себестоимость была подешевле и количество было больше. Но с этим тоже не прокатило. Это вот как раз касается самому, ну у нас нету цеха по производству ножен кожевиного и не на что, я много раз говорил, не на что этот цех сделать. Во-первых, во-вторых, если даже его сделать, надо же еще найти, кто будет качественно и хорошо шить. Так что не все просто. Вот, например, Андрюха пытался помощников себе найти и мастерскую себе там оборудовал в доме, но он дома работает в одной из ближайших деревень. Но с рабочими ничего не получается. То есть, ну не получается. Если есть люди, например, которые хотят работать, это не факт, что они хотят работать, но могут работать так, как надо. Это далеко не факт. Это касается и сообщения от Влада Мир. Открою вакансию шлифовщику с зарплатой соткой, и народ потянется, потянется народ. Да делал это не в деньгах. Там вы пишете, зажрались в Орсманске. Делал это не в деньгах. Ты хоть полмиллиона делай зарплату там человеку, но если он не может шлифовать так, как мне надо, значит он не может это сделать. За миллион это не сделает он, если руки не оттуда растут. Вот и все дело в том, что, ну вот, в самом человеке. То есть, может он или не может. И то, что зажрались, не зажрались, извините, человек, но есть люди, которые вот шлифуют так вот через жопу, скажем так, всю жизнь, и им ни хрена не надо. То есть, они шлифуют на там предприятии 20-30 клинков в день. Как шлифуют, неважно. Их это устраивает. А есть люди, которые совершенствуются. И в основном люди, которые совершенствуются, они это делают в свободное от работы время. Они это делают как бы за свой счет. То есть, покупают металл и пытаются делать. Пытаются по-новому, по-новому делать. На это все уходит время, деньги. То есть, человек вкладывает в свою профессию сам. И когда спустя, и так годами, годами, каждый мастер нормальный, ну, как я считаю, он должен всегда совершенствоваться. То есть, не стоять на месте. И, конечно же, когда человек, ну, чего-то достиг в плане профессионализма, за свой счет, за счет своего упорства, за счет своих мозгов, ну, вот так вот. Конечно же, он хочет зарабатывать. Нормально. Он для чего это делал? Чтобы отличаться от других и зарабатывать другие деньги. Вот для чего он это делал. В принципе, когда-то и я так делал. Вот. Ну, я сейчас стараюсь с мастерской так делать. Поэтому найти хороших мастеров или их научить, можно взять 10 мастеров, учить и никогда их не научить. Никогда они не научатся. Можно 20, 40, 50 взять. Из них, может, один или два чему-то научатся. А другие нет. Вот и все. Дело в кадрах. Даже не в деньгах, дело в кадрах. Я говорю, ты возьми там человека шлифовать, сделай ему полмиллиона зарплату, и он все равно не будет так делать, как надо. Поэтому с кадрами, с кадрами везде тяжело. С хорошими кадрами, кто занимается чем-то, ну, какая-то есть мастерская или производство, тот хорошо понимает, что с кадрами очень тяжело. Это касается не только шлифовщиков, это касается сварщиков, фрезеровщиков, токарей. То есть это на данный момент, это все, все касается этого. Вот. Поэтому так все. Я бы, конечно, набрал бы мастеров, развился бы тысячу ножей в месяц. И цену можно было бы тогда опустить за счет объема. Но не все так просто. Не все так просто. Вот. Там еще пишет. Так, где тут? Сейчас я найду там. Жмотом меня один товарищ назвал. А, вот. Валерий Кондрук. Кондрук Валерий. Жмот, развиваться надо. Валерий, ну, я вот много раз это говорил. Вы, не зная человека, уже определяете, кто он. Это как так? Вы ни разу не видели, не общались. И сразу у вас определение. Жмот. Если дорогие ножи, или там дорогая продукция продает человек, какого она качества, сколько она там по себестоимости ему обходится. А вам не важно. Если дорого, значит жмот. Развиваться надо. Вы не видите, что мы развиваемся, нет? Не видите. У меня вот вопрос к вам. А вы в своей жизни развились, что-то сделали, чтобы... Ну, разве-то, чтобы показать пример. Просто показать пример. Вот, я начал с нуля. Было у меня там 2000 рублей. И все, у меня, блин, вот я не жмот. Я думаю, что вы ни хрена это не делали никогда. Просто никогда ни хрена не делали. Те люди, которые зарабатывают деньги, они знают, что это дается. Обычно так рассуждают люди, которые ни хрена не зарабатывают. Сидят, и все у них жмоты, и все у них хреновые. Все воры. А те люди, которые зарабатывают деньги, они понимают, что, чтобы заработать деньги, ну, это... Это нелегкая задача. Я когда работал сборщиком, я тоже думал, что-то директор там сидит, ни хрена не делает, сволочь, деньги получает. А вот не так это. А вот это далеко не так. Вот так вот. И я скажу вам, начиная, как у меня, когда мастерская начиналась, было 2000 рублей в кармане. И вот сейчас, спустя 6 лет, это что, не развитие? Возьмите 2000 рублей, больше нет у вас. А через 6 лет посмотрим, что у вас будет. Все просто. Раз вы не жмот, и развиваетесь. Так что, языком трещать. Каждый на диване может. Я говорю, у меня был друг, что все сволочи, все... Никто не хочет платить, все сволочи кругом. Он плохо закончил. Я много раз ему говорил, что не надо. Надо самому на себя смотреть и самому работать. Работать, работать, пытаться совершенствоваться, развиваться, пытаться работать. Самое главное, работать. Но плохо он, к сожалению, закончил. Так что, такие вот пироги. Да, и еще по ножу, стая. Там еще есть. Извиняюсь, тут я. Ну, тут Р.Ю. пишет, это ничего. Но я понимаю, вы задаете вопрос без... Вот здесь вот я понимаю, что человек задает вопрос без каких-то там подводных камней. Помнится, три месяца назад была презентация на жестае. Ваши слова. Нож без когтей. На ножнах 35 тысяч рублей. Ну, да, да, да. Я говорил, 35 тысяч рублей. Только вы такое впечатление не слышали, что я дальше говорил. 35 тысяч рублей для тех десяти первых, кто проавансирует. То есть, внесет аванс. Далее я сказал, ножи будут дороже. И я там после роликов показывал, я говорил стоимость ножей. Почему для тех, кто авансировал, ножи выходят дешевле, чем дальше будут ножи? Потому что они рискнули и своим авансом частично оплатили разработку этого ножа. Вот и все. Они частично ее оплатили. Поэтому для них будет дешевле сам нож. И в таком варианте для них тоже будет дешевле. Потому что они рискнули и вложились в разработку этого ножа. Там Leo X пишет, что... А можно чуть подробнее. Для первых десяти заказчиков в Когте сколько будут стоить? А в Сирии сколько они будут? В Сирии будет 75 тысяч рублей стоимость этого ножа. Для тех, кто предварительно оплачивал аванс, те обращайтесь к Ивану. Иван знает, я ему все дал. Я не буду это на все услушание говорить, сколько чего для тех людей, 10 человек, будет это стоить. Потому что, ну, я считаю, это наше личное с ними дело. Так как они, как я сказал, вложились в разработку этого ножа. Поэтому нож для них будет дешевле. Значительно дешевле. По-моему, это честно. Кто хочет в эту когорту попасть, следующую разработку, когда будет, я покажу, можете вкладываться без проблем и тогда. Для вас тоже это будет дешевле. Первые ножи. Почему на этот нож я не даю ту же скидку, как на те ножи? Потому что в этот нож никто не авансировал. Этот нож никто не авансировал. На самом деле, первый нож, на самом деле, вот, самый, даже не первый, а экспериментальный, там, дебютный нож, по себестоимости выходит дороже, чем все остальные. Просто по работе, то, что сложнее вся подгонка, вот это вот, надо все подогнать. Вот так вот, это неровный, вот так. То есть, все, вот, разработку, это намного дольше получается. И первый нож делается намного дольше. Ну, то есть, в разы дольше, чем последующий. Ну, примерно так. Поэтому на этот нож нету той скидки, которая для тех десяти человек будет. Потому что этот нож никто не авансировал. Этот нож дебютный. Этот нож, как экспериментальный, дебютный, как хотите назовите. Поэтому так. Ну, а кто из тех, кто авансировал, обращайтесь к Ивану, Иван вам сообщит все стоимость, какая будет. Там интересуются, что у меня, например, интересовались с одной рукояткой такой, или вот без этих. То есть, ну, разные варианты. Иван скажет, разные варианты. Если вам интересно. Без проблем. Ну, а все остальные, кто считает, что тоже хочет такую же скидку получить, я говорю, будет, когда будет разработка следующего ножа. Включайтесь в разработку и получите продукт дешевле. Чем он потом в Сирии будет. По-моему, это честно. Ну, все, давайте теперь по ножам. В каких ножнах ножи будут? Ножны плотные. В чем отличие? Иногда спрашивали, вот финский нож с упором. Небольшой упорчик, чтобы был, чтобы рука не сваливалась. Я уже показывал экспериментальный нож. У нас был экспериментальный первый нож. Он продан давно. Ну, и вот сейчас мы запускаем в Сирию эту модель. Если, конечно, она вам понравится. Здесь вариантов два изготовления этого ножа. это для более мелкой руки, для средней, так скажем, вот мне этот лучше в руку ложится. Но у кого длинные пальцы, такая большая довольно-таки рука, здесь сделали пообъемнее вариант. То есть два варианта, один объемный, другой потоньше. сталь СПМС-125В, термообработка Валерия Лисинского, 65 единиц твердости, дерево на этих ножах стабилизировано как ореха. Стоимость ножа 29500 рублей и сейчас у нас до 2 числа апреля 2003 года скидка 5%, как я сказал на же СПМС-125В для подписчиков 20, это даже не для подписчиков, на сайте мы тоже, на сайте обычно мы не выставляем скидки, но на сайте, то есть для всех сейчас скидка 5% во время, на время пока идет выставка клинок, 5% получается 29500 стоимость ножа по прайсу, 28000 25 рублей стоимость ножа со скидкой до 2 апреля включительно. что касается выставки, ну я много раз надо на выставку ехать, там тоже пишут, я много раз говорил с 20 ножами смысла ехать на выставку просто нет, просто вот нету, если ехать на выставку, это мое мнение, значится надо к ней подготовиться, сделать разные все ножи, чтобы показать их, но у нас пока мощности нашего производства не позволяет это делать. В принципе, пока мощности производства позволяют сделал, продал, сделал, продал, за счет этого выживаем, что-то на лишнее делать, но у нас просто нету возможности. 137 грамм вес этого ножа и 126 грамм вес этого ножа верхнего. Длина клинка 118 миллиметров. максимальная ширина 25,5 миллиметров. Толщина клинка 3,5 миллиметра. Толщина режущей кромки 0,35 миллиметра. Такие вот два ножа как я сказал с таким небольшим упорчиком. Но это по вашим же просьбам, то есть прислушиваемся вас, что вам надо. Ну вот, сделали, посмотрим, востребовано это будет или не востребовано. Ну и еще два ножа. Также вот нижний потолще рукоять, верхний потоньше рукоять. Да, длину рукояти не померил, сейчас у этих померю. Здесь стабилизированная карельская береза, здесь тоже стабилизированная карельская береза. Клинки одинаковые размеры, рукояти, длина 125,3 миллиметра в более толстой рукояти, 125,7 миллиметра в более тонкой рукояти. Стоимость та же 29500 по прайсу и 28 тысяч 25 рублей по скидке до 2 апреля. Ножны я уже показал. Вот такие. нехорошо сидят ножи, никуда они денутся. Вот примерно так все постоит. Всем хорошего настроения. Ну, как я говорил, что шлифовщик вроде бы должен прийти. Сложно? Сложно. С рабочими сложно, мастерами сложно. Совсем сложно. Это не только у меня, это во всей России. За 30 лет убрали ПТУ, все вот это убрали, научили одних менеджеров, юристов, не способных ни менгзаментовать, ни юридические консультации давать, но зато с корочками. Те люди, которые работали с лесарями, токарями, которые обучались в ПТУ, они стареют и уходят, а новых пока мало приходит. Может быть, что-то изменится, я надеюсь, что изменится что-то в будущем. Все-таки, я думаю, эту ошибку все поняли. Вот, примерно так. Все. До новых встреч.